Рина Мелисова, если бы у вас была возможность поговорить с любым человеком, когда-либо жившим на земле или ныне живущим, то кто бы это был и о чем бы вы говорили? Ну я бы конечно, с кем бы я поговорила? Я бы конечно поговорила с Александром Македонским, он понял бы меня или нет, я не знаю, о его стремлении дойти до края земли, вообще очень интересный человек был. И потом вот я бы его спросила, а представляет ли он то, что после его смерти его будут 40 дней таскать по пустыне в золотом саркофаге? Как вот он представлял, когда все для него закончится, что будет? Мысли ли он вот такое? 40 дней по горячим пескам, в золотом саркофаге, это ужасно. Вот мне бы конечно захотелось бы поговорить с Леонаром Давидовичем, это не всякие сомнения, потому что его наработки вот эти вот технические, да, вот эти подводные лодки, крылья, вот это все. Да, мне бы хотелось понять, откуда это все у него, потому что просто так это же тоже, как вот в те времена все это придумать, да? Анатомия, вот это все, ну какой-то человек, ну не даром некоторые считают, что он просто пришелец, который был как бы спущен, но не совсем понял. Ну не знаю, хотелось бы с ним об этом поговорить. И как ни странно, мне бы захотелось встретиться с Гитлером. Вот с ним поговорить. Спросите, что он еще имел в виду? Да, вот всю вот эту мистическую сторону Третьего Рейха, мне бы хотелось выяснить. Хотелось бы выяснить некоторую правду, действительно ли вот так вот, мы уже говорили, что вот типа не Единая Россия, да? То есть не твоё. Плохо, мой, Карачин тебе будет. Как вот выслушать вот ту сторону, что у него было в голове, что было задумано? Потому что одно дело мы читаем, там и наших историков, и немецких историков, но там столько тайн вот в Третьем Рейхе. А меня эта тема очень интересует, как ни странно это могло звучать, у меня много литературы, я читаю. Последняя книга, которую я прочитала, очень интересная, это «Повседневная жизнь берлинцев при Третьем Рейхе». Очень интересная, как бы что. И вот эта мистическая сторона Третьего Рейха, его экспедиции в Шамбулу, у нас на Кавказ. Греция. Вот хотелось бы с ним поговорить. Действительно ли вот его сломало то, что вы не признали как художника? То есть я так понимаю, вот вы со всеми тремя вели бы себя как некий журналист, что ли? Ну да, да, а как я еще могу вести? Ну может. Леонардо я себя не могу по-другому, потому что я не изобретатель, я не художник. Я чувствую его картины, то есть я чувствую вот этот воздух, вот эту вот сфумато его, да, вот эту прозрачность, вот эта вот его техника. Вот эта вот Мадонна там в гроте, вот это вот то, что сзади, вот это все, это потрясающе совершенно все. Вот Александра Македонского я понимаю, как вот человек, который стремится дойти до края зимы, да. Но при этом там всякие многие моменты его биографии и так далее, отношения с отцом, отношения с матерью. То есть хотелось бы из первых уст, как бы, да, услышать их историю. Ну может быть да, может быть да, с диктофоном, потому что это смешно, к Александру Македонскому, но в общем я на вопрос ответил. Алексей Халецкий давно мучает вопрос, что за два призрака шоссе, которые сливаются воедино в песне Арии «Король дороги» и почему их потом не стало на черном классе? Ну исчезли, призраки имеют обыкновение исчезать, а два призрака, это там же речь идет о двух людях, которые сидят на мотоцикле. То есть они несутся, эти два призрака, вот, они несутся, эти два призрака на призрачном мотоцикле, по призрачному, может быть, шоссе, и в определенный момент они исчезают. Ничего здесь такого нет. Все мы в какой-то степени призраки в этой жизни, ну а там призраки на байке. Очень просто. Кого символизирует фильм «Волк и орел» в песне Волода в древнерусском войне? Ну, об этом мы тоже много раз уже говорили, это рыцари. У них на шлемах этих, крестоносцы, у них же были и волчьи лапы там, и даже у одного самого известного рыцаря была чуть ли не клетка с птичкой. Вот, то есть филин, это вот тоже, то есть это крестоносцы. У них, они были богатые на выдумки, товарищи, у них вот на этих шлемах, у них были всякие штучки. Вот филин, это вот крестоносцы имеются, очень просто. Следующий пользователь, который кроется под ником «Код Персик». А, некий, да, игоревый вопрос, зачитаю все. Здравствуйте, Маргарита Анатольевна. Каждый день я вынужден слушать музыку со своим хозяином. Одна из моих любимейших групп это Ария. Нравится всей песни и почти все в них понятно. Исключение – «Мертвая зона». От нее у меня мурашки по шкуре, но сколько бы я ее не слушал, не могу понять, о чем она. Какие события в ней подразумеваются. Еще вот что хотел узнать. Нет, ну давай по порядку. Значит, давай первый вопрос, да? Кот, я думаю, что тебе, как коту, было бы очень неприятно грызть механическую птичку. Все-таки живая мышка, живая птичка, живая валерьянка, живая кошачья мята. Это все живое, правильно? Речь идет о техническом прогрессе, который убивает нас живое. То есть, если мы посмотрим, эта песня писалась давно, но как-то у нас многие такие песни получились, не хочу их хвалить, конечно, в Руфуаре, но с каким-то определенным предвидением, что ли. Дух насилия рвется в дом. Прекрасно наступил момент, когда насилие, такой разгул был насилие, что даже страшно было слушать эту песню. Вот так и здесь «Мертвая зона». Если вы посмотрите, что происходит вокруг, как все у нас замещается суррогатом, в том числе даже живые птички меняются на механические птички и ставятся в коттеджи эти кусты с механическими птичками. Как у нас люди живое общение заменяют гаджетами различными. И сейчас, как вот мне говорят, что очень мало кто собирается с компаниями. А если собираются с компаниями или идут куда-то в кафе. Вот иногда я прихожу с друзьями кофейку попить, да. Я вижу, как молодняк сидит, а молодежь, они общаются между собой. Они сидят, то ли они друг другу БСМСки посылают, я не знаю, то есть за одним столом сидят. И если раньше мы ходили в гости, вот у меня, допустим, на Рождество всегда, на Катарическое Рождество, на общемировое Рождество собиралось, там 20-25 человек, да. Ну, иных уж нет, а те далече. Вот, то сейчас как-то вот это очень редко, насколько я знаю. Вот если у меня какой-то сабантуй собирается, вот ребята приходят, они все так радуются, говорят, ой, как хорошо, там посидели, чайку попели, песни попели. У нас обязательно Денис знает, у нас песни поют, да, вот гитары и все. Вот как раз мертвая зона, это о той мертвой зоне, которая образуется в сердцах современных людей. То есть если книги, то это электронные книги, не надо оправдывать, что бумажные дорогие. Сейчас масса дешевых изданий можно купить, за 150 рублей можно вот такой тон, того же самого Ефремова купить, там сейчас БК или Лезвий Бритм. Того же Гесса, кого угодно, Драйзера можно купить со 150 рублей, не обязательно покупать дорогие вещи, да. Если музыку мы слушаем, то мы музыку слушаем, в интернете мы уже на концерт не идем. А если мы идем на концерт, то это просто вот какая-то вот обязанность вот сходить, отметиться и развернуться и уйти. И письма мы уже не пишем, да. Я не за мной оправдал. Вот, правильно. А мы раньше, вот с тем же самым Скрипниковым, у меня даже хранятся эти конверты, мы с ним писали друг другу письма. Хотя можно было бы звонить по телефону, там, да, все. Нет, с рисунками, да, Скрипников отлично рисует, и у него даже были картины маслом написаны, и они упоминаются у меня в книжке «Зажим по убеденной уроке», там есть оцены. Вот, но это все живое, о чем мы говорим, да, о том, что вот у Стивена Кинга мертвая зона, это как бы пораженный участок мозга, из-за которого герой этого произведения, он вот как бы чувствует, да, он берет за руку там бывшего сенатора, в смысле человек, который баллотируется в президент, его считывает как бы все ее движутся и так далее. Это за счет вот этого существования в мозгу, а у меня мертвая зона, это мертвая зона в сердцах людей, скажем так, которые отравлены техническим прогрессом, которые, с одной стороны, стоят как бы на нашей службе человечества, а с другой стороны, убивают нас вот то, что как бы придает ценность человеческой жизни, то есть умение общаться, умение воспринимать прекрасное действительно, как бы всей душой, да, и чувствовать вот живое. Мы до этого с тобой разговаривали о славьях, да, вот это же там в Китае, были механические, сказка про это есть, это все понятно, механический славей никогда не заменит живого славя, и вот когда славей начинает петь весной, это же музыка. Субтитры сделал DimaTorzok